Всем привет! Сегодня я с вами здороваюсь на набережной. Мы уже процедуры прошли и решили сюда прийти прогуляться. Утром я не снимала, так как быстренько собирались. Но сейчас сидим отдыхаем. Димка попросил картошку фри. Ну, он не ест ничего такого, поэтому зашли в КФС. А в Макдональдсе, кстати, не стали, потому что там какие-то игрушки голимые, знаешь, такие мягкие игрушечки. Поэтому Димульке купила картошечку и соус. Зашла еще в магазин, купила ему Кузю. Мы периодически покупаем этот журнал. Я, наверное, попозже, короче, я его открою, покажу, что внутри здесь. И себе купила салатик. Прикольно, короче, стоил 42 гривны. Это крабовый салат. Так, что у нас здесь? Крабовые перепелиные яички, соус и салатик. А, ну, намешаешь не? Терялось? Ну, да. А здесь у нас разные листья салата. Прикольно. И соус. Торта, по идее. А, не майонез? Нет. По запаху тарта. Типа, ну, типа, да, это ж лучше, чем майонез. Тебе вкусная картошка? Да. Вкусная и полезная. Дима просил, чтобы мы купили бургеры всем. Ну, и вкус. Мне не сказал, что не хочет, а мне бургеры покупать за 50 гривен. Либо же я куплю салатик. Салатик. Смири больше. Не болит. Хочется, жрать. Ну, и что? Оно ж... Должно быть? Ну, наверное. Тоши них своя, типа, продукция. Покрабывай. С солеными огурцами. Ну, если обычные огурцы. А если соленые. Винка, конечно, жесть. Ее как раз только перемешивают. А, я купила колу. Оральч без сахара. Я туши ни разу не пробовала, соответственно, отельцы. А у нас отсвел Днепр уже. Такой грязный и вонючий. Зеленый огурцов. Ты куда? Ну, пошли вместе. Хопа. Я, конечно, в джинсах. Мне так жарко. Я не знаю, почему я ходила. Точнее, нет. Не знаю. Надо было вчера посипать ноги, а я не посипала. Поэтому пришлось сидеть, Джеймс. Я не знаю, слышно вам что-то или нет. Тут, конечно, мусорок такой. Это не болото ужасное. Просто пустошмар. Грязное. Потому что вот здесь, в некоторых местах даже можно увидеть. Прям выходят трубы, канализация и всякий мусор сюда сливается. Стоки с города. Стоки с города, да? И так и получается, что он грязнеет. Ужасный. Вонючий. А я не знаю, кстати. Они привязали. Может быть, что-то типа не... Оно не должно сутлыть. Может, типа, как плавает. Оно шевелится, наверное. Ну, прицеплено, да. А там прогулка на катерах. Но мы сейчас не будем, потому что сейчас жара обед. И там нету почти навесов нигде. Получается, сидишь под солнцем. Сейчас уже будем домой выдвигаться. Ну, я Димке пообещала, да? Когда мы пройдем все процедуры, покатаемся на катере. Он сам будет, сказал, выбирать. Он сам выберет место, где он хочет сесть, да. Да, Димулька? Да. Я сам выберу место. Место. Сесть. Денис привез самокат с собой, чтобы Димке было не скучно здесь кататься. Ну, как, он не очень хотел, но пришлось. Но пришлось, Дима, потому что... Заставили. И пришивал сильно. Да? Да. Круто. Да. Да. Не, меня не надо врезать. Звук. Диму. Да. Да. Тьфу. Да. Да. Слайд. Тьфу. Да. Мы уже дома, а точнее у нас вечер. Мы, в общем, пришли домой, пообедали, я Димку уложила спать и сама уснула. Выспалась, обалденно себя чувствую, потому что вот прям какая-то усталость. Поздно ложимся, встаю и все время надо бежать. В общем, выспалась и себя чувствую обалденно. Мои сейчас ушли в парикмахерскую, я их отправила одних. Надеюсь, Денис справится и все будет нормально. А я пока сейчас хочу постирать обувь. У меня скопилось достаточно так обуви, да и вообще мне надо постирать вещи. Какая-то беда у меня с вещами. Я не могу ходить в штанах, мне очень жарко. Поэтому надо постирать юбку, чтобы завтра можно было пойти в юбке. Ну и плюс обувь, конечно. Я все выставила в ваню. В общем, вот эти белые кеды тоже надо постирать. Я их давно не стирала. Вот эти, ну и заодно Димкины белые. Сейчас они выглядят все очень стремно. Но сейчас будем отмывать. Ну, обувь я уже закинула в машинку. Надеюсь, ничего страшного не произойдет, потому что вот эти цветные я стираю первый раз. Ну, я их, как всегда, предварительно подготовила. Прошлась полностью, помыла подошву. Вот это вокруг, короче, вокруг подошву. Стельки помыла. Посмотрим, что получится. Не знаю. Я поставила в этот раз режим ручная стирка. Мне кажется, ручная стирка, она не будет так активно его калашматить. И плюс там и джин стоит небольшой. А нет, ошиблась. Джин стоит большой. Но я надеюсь, с ней ничего не произойдет, потому что стирать обувь руками, как бы, это несложно, это не проблема. Но у меня потом очень часто они остаются в желтых пятнах. Я читала, что желтые пятна, это не выстиранный порошок. Я не знаю, как его надо выстирать, а у меня не получается. Ну, Димончика подстригли. Вроде неплохо. А ну, посмотри на меня. Правда, это стригла не наша Таня, которая всегда настрижет. Потому что она в отпуске. Да, в отпуске. Дима, говорит, сидел просто отлично, да? Да. Старался? Да, и папа мне сказал, что я молодец. Да? Он сказал, что он ради меня старался. Да? Да, я тебе купил. Я тебе купил, он, знаешь, слушаться будет. Слушаться будешь? Это лучше, чем было, потому что был вообще заросший, как одуванчик. Сейчас с Димоном сели позаниматься по вот этой, то, что сегодня купили в гостях у сказки. В общем, там в подарок сам журнал Кузя, который мы купили. В подарок был такой журнал и там кулинарный журнал. Ну, я такими не пользуюсь. Но я не об этом. Сидим же, занимаемся. А тут надо было приклеить, короче, наклеечки. Тут идут в комплекте наклейки. И надо было приклеить. Говорю, Дима, гарбузови. Ну, на украинский мове, потому что в садике на украинском, в школе на украинском. Ну, я считаю, это нормально. Мы живем в Украине, поэтому все должны знать украинский. Я говорю, так, гарбузови. Говорю, что сюда треба приклеить? А он смотрит на картинку. Вот. Она, правда, была приклеена не здесь, а на бумажечке. Я говорю, что отца? Я говорю, да вы из тут. Кавун. Говорю. Тыква. Огирок. А он мне говорит. Как ты сказал? Мордурына. Мордурына просто. Сам ты мордурын. Я говорю, это дыня. Говорит, нет, мордурына. Кстати, классный такой журнал. Кто живет в Украине. Ну, прям, мне очень понравилось. Тут, например, надо прочитать по буквам слова, приклеить наклейку. Здесь называется, вот, например, сова кончается на ва, приклеить определенную наклейку. Это все нам вышло в 19 гривен. Ну, округлим до 20, но я считаю, это шара. Это очень дешево, очень классно, и он такой немаленький. Продолжаем дальше. Сидела только что, ножки пощипала. Юпочку постирала. Думала, завтра одену юпочку. Ага. Бегушки. Дождь идет. Я не думаю, что завтра все высохнет. Теперь сижу с Димкой, пока Мистем кушает, потому что ему страшно. Из-за грома. Из-за грома, да. У нас сейчас гром, молния. А Ника у нас, кстати, тоже боится и грома, и молния. А еще салютов. Да, Никуль? Ты боишься грома? Ну, салютов. Когда громка, она тоже боится. Да, Никуля, ты тоже боишься грома? Да. Да, я очень боюсь. Она спряталась. Это когда гром, она все время бегает за нами. Может быть, мне сейчас повезет и будет гроза? Дождь еще? Да, идет дождь. Ты же знаешь, что во время грома и грозы нельзя открывать окна. Как было красиво, но я не сняла. Я не успела снять. Это была такая красота. Блин. А я пока купалась, у меня случилась неприятность. В общем, отвали... А, не видно ничего. Отломался кусочек лака, и я так ходить не могу. Я понимаю, что время поздно, но я все равно буду делать ногти, потому что, ну, блин, как бомж. Как бы мне их давно нужно было делать, но придется делать сейчас. Но мы зря время не теряем. Я пока здесь буду делать ногти. Поставила уже лампу. Будем смотреть сериал. Начинаем? Вот так они у меня сейчас выглядят. Вот этот поломался. Здесь куска лака не хватает. Ну, как бы страшно. Я так не могу. Поехали. Вот такие вот у меня ноготочки получились. Конечно, я себя и поранила. Но делала то, что будет максимально быстрее, то и делала. Других вариантов у меня не было. На часах уже два часа ночи. Мы просмотрели две с половиной серии. И пора ложиться спать. Ну, и здесь точно так же. Я раньше когда-то делала такой маникюр. Сейчас, конечно, мне не очень нравится. Ну, чересчур спокойно для меня. Но это очень быстро. И если что, я вас не обманываю. Без десяти час. Это какой-то кошмар. Ой, фу, без десяти два-то. Пора ложиться нам спать. Завтра рано вставать. Поэтому всем пока. Счастья, любви и добра. Спасибо. Спасибо.